Когда любимое занятие становится делом жизни, Центр развития женского предпринимательства помог карагандинке не только обрести уверенность в открытии своего дела, но и получить грант Акима на развитие и расширение собственного бизнеса. Теперь дети двух районов города могут получать необходимые навыки в Центре цифровых технологий. Подробности далее. Все начиналось с того, что я училась в Бакалавре в Новосибирске на Бакалавра и в Сибирский государственный университет информатики и телекоммуникации. Туда нужно было подготовить проект. Мы с мужем решили подготовить проект «Умного дома». Я смотрю, у меня малыш есть свой сын, он бегает с отверткой, хочет нам помочь, ему это очень заинтересовало. Перезад Инкарбаевой пришла идея организовать для детей Центр, где они с малых лет могли бы заниматься робототехникой, обучаться IT-технологиям. Однако, говорит девушка, поначалу не хватало смелости и не было возможностей. Перезад решила для начала еще и в Карагандинском политехе закончить магистратуру, что ей успешно удалось. Открыли небольшой Центр для детей с пяти лет, но хотелось большего. Захотели масштабироваться. И здесь нужна была мотивация, компания, окружение. Я услышала про Центр развития женского предпринимательства. Зарегистрировавшись там, они мне подсказали, что есть такие государственные гранты. Направили меня именно, подсказали про грант Акима города. Бизнес-план был составлен грамотно. Выступление на защите прошло эмоционально, и грант с первого раза подтвердили. Суммы в полтора миллиона хватило, чтобы открыть еще один центр. Вот мы уже почти открылись на Юго-Востоке по адресу Рыскулова, 23. Там уже большой центр, 100 квадратных метров, несколько кабинетов. Там уже мы углубленно изучаем и программирование, робототехнику. Кстати, мы уже заказали нейрогарнитуру для обучения нейротехнология. Нейротехнологии – это обучение управлению робота с помощью мысли, с помощью концентрации мысли. Нейротехнологии – это достаточно новое направление в Казахстане. А Перезад будет этим обучать юных карагандинцев. Родители уже стремятся записать своих детей в центр «Роботрек». Сейчас уже в нем занимаются около 50 детей с 5-летнего возраста. А с открытием нового отделения число желающих возрастет в разы. Мы заказали из России нейрогарнитуру. По методике «Роботрек» будем работать. И надеемся развивать искусственный интеллект и нейротехнологии у нас в Казахстане. Сейчас помимо Перезад в штате два преподавателя планируют набрать детей из социально уязвимых слоев населения в рамках госзаказа. Для этого документы направили в отдел образования.